Объяснить взаимосвязь между сменами сезонов и изменениями в организме человека европейским ученым стоило немало усилий и времени. Оказалось склонным к депрессиям, страдающим неврозами, людям не просто даются климатические изменения. Причина в аутоиммунной реакции на рецепторы мозга. Для простого обывателя это всего лишь набор незнакомых терминов. Что же это на самом деле? Чем грозит несвоевременное обращение к проблеме? Каждая нервная клетка имеет рецепторы, через которые взаимодействуют с соседними клетками. И естественно, когда эти аутоиммунные комплексы начинают блокировать эти рецепторы, то взаимодействие нервных клеток происходит неправильно. С искажениями, либо вообще не происходит. В результате наша нервная система, которая располагает миллиардами нервных клеток, в одночасье, условно говоря, становится очень бедненькой на эти нервные клетки. Ну я так образно говорю, конечно, но получается, что блокируя эти рецепторы, клетки плохо взаимодействуют друг с другом. И значит, не хватает этих клеток, не хватает ресурсов для того, чтобы правильно управлять работой организма. Нехватка клеток и приводит к сбоям. Проявления самые разные – боли в сердце, повышение или понижение давления. Со всем этим могут столкнуться как пожилые, так и молодые люди. Примечательно, что чем старше человек, тем выразительные разного рода проявления. Аутоиммунные комплексы в нервной системе, следствие пережитой травмы головы или сосудистых кризов, длительных психоэмоциональных перегрузок, неудачно перенесенного гриппа или заболевания воспалительного характера. Несмотря на полное выздоровление, отпечаток проявится и даст о себе знать острой реакции на межсезонье. Симптомы – необоснованная усталость, утрата работоспособности, снижение тонуса. В свете этой новой теории объясняется довольно просто. Вот в такие перепады погоды, резкое похолодание, какие-то дождливые дни, особенно ветреные дни и так далее, наша вегетативная система должна привести наш организм в равновесие. Ну, к примеру, поднялось давление, значит, в суставах нужно это давление тоже повысить, иначе, я так образно скажу, кости слипнутся и будет больно. Когда давление упало, из суставов нужно эту жидкость убрать, то есть понизить давление, иначе будет распирание в суставах и будет больно. Именно поэтому пожилые люди, у них это все работает хуже, отмечают на перепад погоды, то, что у них там ломит суставы. Молодые этого не замечают, потому что нервная система располагает достаточным ресурсом, там много нервных клеток, и это все успевает подстроиться. Сегодня медицина открывает широкие возможности для определения диагноза и последующего лечения недугов. А потому люди, переживающие дискомфорт в разные периоды года, спешат сделать анализ на обнаружение аутоиммунных тел, опасных тем, что они могут спровоцировать онкозаболевание. Желающих провести обследование среди брещан оказалось немало. Результат позволил врачу увидеть полноценную картину и назначить пациенту соответствующее лечение. У природы нет плохой погоды, то, что остро воспринимается с переменной сезона одними, не свойственно другим. Заботиться о здоровье или нет, конечно, дело добровольное. Однако не стоит упускать из виду симптомы, которые пытаются достучаться до вас. Помните, своевременный визит к врачу – главный шаг на пути к выздоровлению.